Повышение материального благосостояния трудящихся — одна из главных задач экономической стратегии нашей партии. На пленном высоком партии Украины 29 сентября прошлого года еще раз подчеркивалось, что от деятельности первых услуг создали наиболее благоприятных условий для высокопроизводительного труда и всестороннего развития личности. Постоянное повышение благосостояния задачи коммунистической партии. А то, что делается в районе, по притворению жизни для этих задач, нашли. Изменилась, промокодела, стала наряднее главной магистратой. Как-то сверху, зеленых уголков, детских площадок, наших сердцев. Одна из лучших школ района. Здесь бережно относятся к традициям. Смело будет новое. Заботливо растят молодые смены. Школьный медпункт. Современные оборудования, заботные врачи. Их главная забота — профилактика заболеваний. Будущие хозяева страны. Родина щедро заботится о подрастающем поколении. Их распоряжение первоклассные кабинеты, высоко спалифицированные педагоги. Конечно, это образцовое, хотя и не единственное в районе школы. Наши силы сделать все школы такими. Примеры к этому — забота парткома и администрации объединения «Кристалл» о подшерпе школах. Субтитры создавал DimaTorzok Кузнецей балетных дарований называют киевское хореографическое училище. Многие прославленные танцоры вышли с этих стен. Так же, может, эта девочка, получающая свою первую шестерку встанет в Марию Плесецкой. Гордость нашего района. Прекрасный медицинский комплекс, построенный в прошлой пяти лет. Современное оборудование, авторитетные, милые специалисты. Все это — настоящая забота о здоровье советского человека. Но, к сожалению, не везде-то. Сколько здоровья и хорошего настроения забирают вот такие клочки. Мрачная обстановка запустит помещение, равнодушит людям. Зато такого товара, как равнодушие, не спрашивайте в этом магазине. Ассортимент, механизация, мультурообслуживание. А эти кадры для вас, товарищи из водокомбината. Здесь нет овощей, нет чистоты и культуры. Зато без трубки — это продукция. Хорошо живется ребятам из детсада «Дербичка». И территория ухожена. И внутри здания чисто, просторно, тепло. Дети могут подлагостить своих шерстников. А вот шефов детсада номер 180 благодарит Патарана. Их Ким Зеленстрой, возглавляемый товарищем Надеждином, забыл о своих шерстких обязанностях. Нет, это не городская свалка. Это территория завода «Укркайбер». Кто виноват в захламномности Кмитлова Яра? Может, начальник ЖЭКа номер 608 ответит и принят меры? Товарищ Колосов, директор «Укрдрожпрома». Это результат ваших трудов по приведению прилегающей территории в антисанитарное состояние. Лучше приемный пункт послуживает. Заслуга в этом приемщицы Тамары Григорьевны Григорьевич, отличника советской торговли, победителя соцсоветования 9-й поселетки и левцы-гастронома Зоины. К сожалению, таких как этот приемный пункт в районе большинства. Портят настроение и такие вот мелочи. Это заведение варенична никогда не открывается вовремя после обеденного пирога. К сожалению, это больничная, не игрока в своем роде. Есть чем заняться нашим общественным и административным организациям и в этом направлении. Заметьте, такое тесное содружество. Этот эпизод комментарий не требует. Неправильно, знакомая картина. Один из лучших опорных пунктов столицы. Растет и благоустраивает наш район. Давайте же, товарищи, присмотримся к небу и сходясь с ним глазами к нашим делам. Обеспечим успешное выполнение нашей задачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...